МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Отопление включили во всех соцобъектах Самары. Ситуацию с теплоснабжением обсудили на еженедельном совещании с участием главы города Елены Лапушкиной. Бесплатно, удобно, надежно в Самаре продолжается реализация проекта карта жителя Самарской области. О последствиях халатности и нарушения правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по соблюдению ПДД на сложных участках городских дорог. Творческий подход и многогранность. Логопед из Самары Елена Мазанова победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Увлечение длиною в жизнь более двух тысяч фигурок зайцев собрала жительница Самары и представила их на выставке. В Казани проходит третий форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Он объединяет более 700 представителей бизнеса, участников из 12 регионов Узбекистана и 19 субъектов России. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Участники форума ведут переговоры о сотрудничестве 63 региона с самой южной областью Узбекистана – Сурхандарьинской. Она славится своими крупными промышленными предприятиями, сельским хозяйством и полезными ископаемыми. Дмитрий Хилов, председатель регионального клуба экспортеров, уверен, что данная область – перспективный стратегический партнер. Столица Сурхандарьинской области – город Термес. Оттуда могут распределяться товары из Самарской области в Афганистан, Туркменистан, регионы Таджикистана. Тепло поступило во все соцобъекты Самары. Ситуацию с теплоснабжением обсудили на еженедельном совещании с участием главы города Елены Лапушкиной. Говорили также о реализации в областном центре национального проекта здравоохранения, в том числе о социальных мерах поддержки для медицинских работников. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Самара является исполнителем 14 показателей, в рамках нацпроекта здравоохранения, реализацию которого обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Его провела глава города Елена Лапушкина. В рамках регионального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами продолжается реализация муниципальной программы сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара, в соответствии с которой отдельным категориям медицинских работников предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Хочется отметить, что в 2023 году на дополнительные меры поддержки для указанной категории получателей предусмотрено бюджетное ассигнование в размере почти 14 миллионов, что на 50% больше, чем в 2022 году. Количество медицинских работников, получающих меры социальной поддержки в 2023 году, увеличено. На сегодняшний момент получают выплаты 27 врачей. Выплаты молодым специалистам за 9 месяцев получают 229 медицинских работников. Также предоставляется ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры на целевое обучение с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории областного центра. Ведется мониторинг и анализ укомплектованности стационарных учреждений здравоохранения по наиболее востребованным специальностям. Продолжается работа по информированию населения о важности прохождения диспансеризации и вакцинации от гриппа. Прививочная кампания началась с 1 сентября, и по данным Министерства здравоохранения, в регионе более 670 тысяч жителей уже защитились от гриппа, из них свыше 220 тысяч – это дети. Для формирования коллективного иммунитета привиться должно до 60% населения. Глава города Елена Лапушкина отметила, что руководителям предприятия необходимо проводить информационную работу о профилактике сезонных заболеваний с сотрудниками. Также на заседании обсудили ситуацию с отоплением. В Самаре к теплоносителю подключили все учреждения социальной сферы и 99,7% многоквартирных домов. В областном центре продолжается адресная работа, связанная с регулировкой системы отопления. 7 октября работает горячая линия по вопросам подключения к теплу. У нас пик был где-то на десятый, а сейчас идет прям вот снижение постоянное по количеству обращений. Все вопросы, поступающие на горячую линию, находятся на контроле специалистов до полного исполнения задач. Помимо этого не остается без внимания обращения, адресованные профильным службам через соцсети. Адресный контроль организован до полного подключения отопления в Самаре. Напомню, отопительный сезон в Самаре стартовал заблаговременно, с 18 сентября. В связи с технологическими особенностями процесс не одномоментный, а постепенный первыми начали подключать учреждения соцсферы. А затем с 25 числа теплоноситель постепенно начали пускать в жилищный фонд города. Многоквартирных домов в Самаре более 10 тысяч. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. С сентября ездить в общественном транспорте стало выгоднее. До конца этого года действуют сразу две скидки на проезд. Они доступны владельцам телефонов Android, которые уже загрузили карту МИР или карту жителей Самарской области в свои мобильные устройства. Почему это удобно и безопасно, расскажет Ксения Баканова. Наталья Ковылина оформила карту жителя Самарской области летом. Но она постоянно терялась среди других вещей в маленькой дамской сумочке. Выход из ситуации Наталья нашла. Загрузила карту в специальное приложение на смартфон. И не пожалела. Пользоваться услугами стало гораздо проще и выгоднее. Телефон как бы всегда при себе и очень удобно, что он действительно всегда в твоей руке. И ты можешь в любой момент оплатить проезд. Приложение очень на самом деле удобное и очень понятно для жителей. Например, для пожилого возраста тоже будет очень удобно его загрузить в телефон. И как бы очень простой интерфейс в своем поиспользованию. Загрузила в телефон и можешь оплачивать спокойно через велидаторы в трамваях и других видов общественного транспорта нашего города. Жители Самарской области могут получить скидку при оплате проезда в общественном транспорте, расплачивая за поездки карты МИР или карты жителя Самарской области загруженными смартфон. Если в свой мобильный добавить карту МИР, то скидка составит 8 рублей. А если карту жителя, то 10. Предложение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Загрузить банковскую карту в телефон можно с помощью платежных сервисов МИРПэй или Самсунг Пэй. Они работают на гаджетах с операционной системой Андроид. А сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Первые промежуточные результаты акции в Самарской области показывают, что жителям и гостям региона удобно расплачиваться за проезд картами МИР и карты жителя за груженный смартфон. Только за первый осенний месяц действия нашей акции жители смогли сэкономить почти 3 миллиона рублей на оплате проезда. Необходимо учитывать, при оплате пластиковой карты МИР или карты жителя Самарской области скидка на проезд не предоставляется. Чтобы платить за билет дешевле, нужно приложить к терминалу именно телефон, загруженный в него картой МИР или карты жителя. С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте приветмир.ру и в мобильном приложении «Привет». Отказываются содержать своих детей. К неплательщикам алиментов нагрянули судебные приставы. Аргументов, чтобы не платить, у нерадивых отцов масса, а закон один на всех. В рейд по должникам в Ленинский район отправилась Ксения Баканова. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Эта фраза из детского мультфильма знакома многим. В этом доме проживает человек, который, похоже, забыл о том, что у него есть ребенок. Обычно судебные приставы выходят в рейд с утра пораньше. Так велик шанс застать должника дома. Здравствуйте, судебный пристав Ленинского района. Наш первый должник как будто ждал прихода сотрудников ведомства и съемочной группы. Своему ребенку он задолжал 500 тысяч рублей. Мужчина уже встал на путь исправления. Старается регулярно гасить задолженность. Какие у вас квитации по оплате? Ну, по 20 тысяч рублей. То есть вы по мере возможности сами оплачиваете или еще стоите за на это среднее, правильно? Ну, 5 тысяч рублей оплатили. На втором адресе нас встретили не так радушно. Долг, который составляет несколько сотен тысяч, мужчина оплачивать не собирается. А в показаниях путается. Я работаю всегда. Работаете официально? В смысле? Вы работаете в ГЭТИ? Ну, я договору. Предоставить будет? Нет, что официально. Я сейчас выводил. Вы подписываете? А зачем мне фотографии? Да, то сегодня же. А вы кто такая? Профилактические рейды сотрудники ведомства проводят каждую неделю. А все для того, чтобы напомнить. Содержать своих детей – прямая обязанность родителей. Судебным приставам ПДС совместно мы выходим на территорию, где вручаем процессуальные документы. Это требования для явки в ОСП Ленинского района с подтверждающими документами об оплате алиментов. А также направление в центры занятий населения для того, чтобы должник мог официально трудоустроиться на работу. Свою задолженность можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг. Она отображается в разделе «Штрафы и долги». Судебные приставы говорят, сначала с нерадивыми родителями проводят профилактические беседы. И только если человек не идет на контакт и не пытается изменить ситуацию, применяют крайние меры. Арест имущества должника, ограничение его в праве выезда из страны или привлечение к уголовной ответственности. Ксения Баканова, Сергей Баскин, Игорь Казановский. События. Логопед из Самары Елена Мазанова победила в конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2023». Опытный педагог и наставник представила жюри сразу несколько направлений своей работы. Игры для детей, методические пособия и курсы для логопедов и воспитателей. Старше работы Елены более 30 лет. Сейчас она трудится в детском саду комбинированного вида номер один. Это первая победа во всероссийском конкурсе. В чем секрет успеха, педагог рассказала нашим корреспондентам. У нас есть улица гласных, где мы их изучаем и располагаем парами. А и я позже появятся у и ю парные гласные. По мере изучения наш город оживает. Человечек приходит в свой домик и буква занимает место на крыше. А на другой стороне есть у нас микрорайон парных согласных звуков. Город звуков – одна из методик Елены Мазановой, которую учитель-логопед представила на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Сначала были победы на городском и региональном этапах, затем в заочном федеральном конкурсе, где участвовали представители 74 регионов. 10 педагогов вышли в финал, который прошел в очном режиме в Москве. Это открытое занятие на детях, которых мы никогда не видели. Вечером мы получали конверт и утром нужно было быть готовым к занятию. Но единственное, что, конечно, мы предполагали, что если я работаю в детском саду, то, наверное, это будут дети дошкольного возраста. Да, это были дошкольники, 5-6 лет, тема огород. По календарно-тематическому плану примерно все сады идут по одному плану. Но предсказать, какая точно тема будет, невозможно. По этой причине мы 5 чемоданов-игрушек вместе с собой, по 5 темам примерно, вместе с руководителем, повезли в Москву. В отличие от других конкурсантов, Елена Мазанова представила не одну, а несколько технологий, по которым есть не только разработки, но и публикации. Елена Витальевна не только логопед, но еще и старший преподаватель кафедры Самарского государственного педагогического университета, а поэтому конкурсная программа включала в себя разные грани наставничества. За 30 лет работы, рассказывает Елена, приходилось участвовать в разных конкурсах, но на федеральном уровне это первый опыт и сразу победа. Торжественная церемония прошла в рамках Большой учительской недели на площадке Института коррекционной педагогики. Эмоции нельзя было сдержать. Нельзя было сдержать, когда, вот, вы знаете, сидите и слушайте, там, ну, называют победителей. Сначала дефектологов называли, я вам говорю, как есть, я присутствовала. Потом стали называть логопедов. И когда говорят детский сад комбинированного вида, да, я понимаю, что комбинированного вида только мы единственные были на конкурсе, даже тогда это мы, ну и все. И там уже восторг, эмоции. Тот опыт, который мы там получили, и тот опыт, который мы там показали, ну, это не зря называют конкурсом профессионального мастерства. Это мастерство. Залогом победы стала и поддержка семьи, коллег, руководства и, конечно, воспитанников детского сада. Первыми, кто встретили меня после семьи, это были мои дети. Это был букет цветов написано вот здесь. Воспитатели написали, конечно, они сами не смогут пока это сделать. Поздравляю. И когда они вот меня встретили, они мне сказали, мы соскучились. Ну, вот, наверное, за это и работаем. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Самара – первый город в России, где есть сразу два чемпионы телевизионных лиг КВН. Успех команды СОК повторили учащиеся гимназии «Перспектива». Команда «Перспективочка» стала победителем детской лиги. Недавно ребята вернулись из Москвы, из финала. Наши корреспонденты обсудили с КВНщиками долгожданную победу и планы на будущее. Начинает новый сезон, начальный этот синий бокал. И нам, разочай, на этой жизни, чтобы... И нам всегда за болью настал. Эй, эй! СОК! Именно этим драйвовым приветствием и началось выступление команды «Перспективочка» в финале детской лиги КВН. Самарцы стали лучшими в игре с тремя другими командами из Хабаровска, Дагестана и Курской области. Борьба была плотная, но волжане, выступающие в свое удовольствие, стали чемпионами. Финал был очень сложный, команды были тоже очень сильные, были очень мощные выступления у всех команд. Мы выступали с кайфом. Мы все кайфанули от этой игры. Сейчас в команде 19 человек. Многие из них уже 4 года шутят на сцене. И эта победа для них стала по-настоящему долгожданной. Но есть и новые участники, которых одноклассники приобщили к жизни с репетициями и гастролями. Гимназисты признаются, что учебе это не мешает, а наоборот, учат грамотно распределять время и все успевать. Ну вообще не мешает. Я помимо КВН и школы занимаюсь вокалом и танцами. То есть я много чего успеваю. Родители увлечения детей поддерживают и понимают, что это не просто развлечение, но и титанический труд. И сами помогают мастерить костюмы, декорации, а также помогают ребятам нагонять школьную программу, которую они пропускают из-за выступлений. Каждый родитель уже понимает, что чтобы у ребенка все получалось, с ним надо быть вместе. То есть без помощи родителей дети не смогут подтянуть учебу. В образовательном учреждении традиции детского КВН очень сильны. Это уже третья команда в истории гимназии. Сначала все началось с 11-ти классников, которые решили поиграть просто в свое удовольствие. Затем образовалась команда «Перспектива», участники которой уже выпустились. После этого создали команду из совсем юных гимназистов, чтобы они играли вместе как можно дольше. Финал состоялся в День Учителя 5 октября. И когда нам объявили и сказали, что наши дети победили и стали чемпионами детского КВНа, вы представляете, какой это был подарок для всего педагогического коллектива. Следующий сезон команда по сложившейся КВНовской традиции пропустит. И пока коллектив сосредоточится на подготовке к специальным праздничным игровым выступлениям. И обязательно постарается взять гран-при Всероссийского фестиваля следующим летом, чтобы стать абсолютным чемпионом детского КВН. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В центре внимания аварийно опасные участки дорог. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по соблюдению ПДД на улице Краснодонской. Там с начала года произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Один ребенок погиб. О правилах дорожного движения с детьми и их родителями говорили сотрудники ГИБДД. Тему продолжит Елена Чернявская. Нередко дети, катаясь на самокатах или велосипедах во дворе или перебегая дорогу, попадают в аварии. Такие случаи произошли во дворе дома номер 7 по улице Краснодонской. С начала года на данном участке произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два ребенка и один погиб. К сожалению, дети все были виновниками и переходили проезжую часть в неустановленных местах. Возраст детей 4, 6 и 10 лет. Вера Ливанькова ежедневно гуляет с внуком на детской площадке во дворе этого дома. Как произошел тот роковой несчастный случай, видела. Говорит, дети часто бегают с одной площадки на другую и, заигрываясь, не понимают, что оказались на проезжей части. Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно не терять бдительности во время прогулок с детьми и не оставлять их одних во дворе. Пять человек прибежали, детей маленьких, летелых восьми и меньше лет. Все гуляли, бегали, прыгали. Потом они куда-то побежали, убежали. А потом случилось ЧП. Приехала милиция, приехала скорая. Сотрудники госавтоинспекции Самара провели с родителями и детьми профилактический рейд и в очередной раз напомнили. Чтобы избежать аварии во дворах, необходимо рассказывать детям, как нужно вести себя на прогулке, в том числе контролировать скатание ребят на самокатах, велосипедах и не подпускать близко к проезжей части. Именно так и поступает мама троих детей Надежда Пиваева, проживающая на Краснодонской. Она всегда держит ребят за руку, учит их правилам дорожного движения и вместе с ними переходит дорогу только на зеленый сигнал светофора. Я своему ребенку всегда объясняю, что нужно дорогу переходить только через светофор. А да, слышали, летом, по-моему, это произошло, ребенка сбили здесь. Но мы как бы сходим только в магазин сюда, но всегда через светофор вот там вот проходим. Зачастую дети не могут предвидеть опасности, грозящие им на дороге. Выучить правила дорожного движения и объяснить ребятам, как правильно переходить в проезжую часть – задача каждого родителя, воспитателя и педагога. По статистике, регулярные профилактические мероприятия способны снизить число ДТП с участием детей и сформировать у ребят культуру поведения на дорогах. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Символичная выставка в год Зайца. Жительница Самары Зоя Ханина организовала домашний музей зайцев. Коллекция насчитывает около двух тысяч экземпляров ушастых. Когда и где были произведены самые старинные образцы и есть ли среди них любимые, расскажем в нашем сюжете. Вот старинные зайцы – это немецкие зайцы. То есть они вот, если посмотреть, у них даже немножко мордочки, да, похожи у зайцев. Но наш как-то более такой дрожжелюбный, да, чем немецкие. Этим зайцам из коллекции Зои Ханиной почти сто лет. Коллекционировать фигурки ушастых жительница Самары начала, когда ей было 13. Старшая сестра работала в магазине игрушек и принесла домой двух резиновых зайчат. Зое они пришлись по душе, ведь ее саму во дворе часто называли зайкой. Девочка росла, а вместе с ней росла и коллекция. И сейчас в арсенале Зои около двух тысяч резиновых игрушек. Сначала на полочке была, потом я вышла замуж за коллекцией, переехала со мной в дом мужа. Потом постепенно возможности финансовые увеличивались, и количество покупаемых зайцев тоже увеличивалось. Сейчас коллекционер безошибочно может определить, когда и на какой фабрике была произведена та или иная игрушка. К примеру, до революции в Санкт-Петербурге работала резиновая мануфактура. Затем она была национализирована и получила название «Красный треугольник», а в 70-х годах обанкротилась. У Зои целая полка отведена для зайцев, изготовленных на этой мануфактуре. Если на них посмотреть, то у них такое клеймо в виде треугольника. Вот, видите? То есть это как раз и говорит о том, что он сделан на фабрике, на мануфактурах «Красный треугольник». Игрушки, к сожалению, имеют свойство портиться. Вот этот зайц, который вы обратили внимание, видите, у него уже сохранность резины. Не очень такая хорошая. То есть игрушка постихонечку. Резина, к сожалению, не вечная. И вот пока есть возможность, будем наслаждаться. У меня есть уже насмотренность. То есть просто глядя на игрушку, я могу сказать, когда ее выпустили, в каком году или на каком-то предприятии. Потому что вот подружка мне присылала зайца. Посмотри, какого зайца нашла. Я говорю, это реплика. Он выпускался в Советском Союзе. Сейчас, видимо, фабрики, может быть, формы где-то нашлись. И они перевыпуск сделали. Долгое время коллекция зайцев пылилась в сундуках. Но год назад супруг помог Зое оборудовать домашний зайчарю. Так у Зои появился камерный музей для семьи и друзей. Стеллажи для игрушек монтировал сын Аверьян. Зайцев я не выставлял, не пересчитывал, но подготовка помещения была на мне. Раньше это был офис. Тут стояли столы, компьютеры, старая проводка. Моими руками это помещение было очищено, превращено в более, скажем так, подобающий вид. Жемчужина коллекции – вот этот заяц. Зоя рассказывает, он ей нравится больше всех. Произведен он был во времена Советского Союза на Куйбышевской фабрике игрушек, которая сейчас уже не работает. Самый любимый, наверное, вот этот, самый дорогой такой крольчонок. Он прям величиной натурального зайчика, да, я помню даже, где я его купил, сама в ЦУМе Самара. Стоил он 13 рублей тогда. Он как-то очень похож на настоящего, ну скажите же, милашка такой, да, вот. Зоя приводит зайцев изо всех поездок, покупает на сайтах, их дарят друзья. Правда, удивить коллекционеры им уже непросто, даже если в ход идут шоколадные зайцы. Будем использовать его по максимуму в фотосессиях, чтобы он как можно дольше остался. Давай только сегодня, а то вдруг испортится. Домашний музей Зои отметил год. В этот день родные друзья собрались в зайчариуме не с пустыми руками. Каждый принес в подарок фигурку зайца. И отведал кусочек торта в виде любимого лакомства ушастых – морковки. Виктория Шарая, Петр Паломеев, события. Самарские спортивные команды синхронно прервали серии неудачных игр в своих чемпионатах. Отличились хоккеисты и баскетболисты. Футболисты Акрона продолжают бороться за выход в премьер-лигу. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты Тольяттинского Акрона одержали вторую минимальную победу подряд в первенстве первой лиги. В матче 14-го тура волжане играли на выезде против московской родины. Хозяева играли первый матч под руководством нового главного тренера – Франко Артиги. Игру начали с задержкой на 40 минут из-за поломки пожарной машины, без которой нельзя начинать матч. Команды имели немало моментов, чтобы забить, но единственный гол в матче болельщики увидели лишь на 98-й минуте. Игроки Акрона использовали штрафной удар. Победа 1-0. Акрон продолжает сражаться за выход в премьер-лигу. Баскетболисты Самары прервали серию поражений в единой лиге. В Москве самарцы играли против МБА. Уже с первых минут гости завладели преимуществом и долгое время удерживали его. Москвичи лишь приближались в счете, но каждый раз Самара отвечала новым рывком. Однако в конце третьей четверти очередная погоня хозяев увенчалась успехом, и они смогли впервые в матче выйти вперед, но ненадолго. Волжане снова вернули себе преимущества, которые удерживали до самого конца. 77-65. Победа Самары. Хоккеисты «Лады» прервали серию с четырех поражений подряд. Все они случились на Дальнем Востоке, а вот на своем льду тольяттинцы смогли взять реванш и переиграли «Адмирал» из Владивостока. Хотя гости первыми открыли счет в матче в середине первого периода, но на перерыв команды ушли при ничейном результате. Второй игровой отрезок также завершился голым хозяев. В третьем периоде тольяттинцы закрепили успех. 3-1. Победа «Лады». Серию неудачных игр, но уже в ВХЛ, прервали и хоккеисты ЦСКА ВВС. На домашнем льду самарцы принимали «Югру» из Хантамансийска. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а затем больше 40 минут никто не мог забить еще один гол. Матч перешел в овертайм, и хозяева впервые в этом сезоне смогли одержать победу в дополнительное время. 2-1. Победа ЦСКА ВВС. Дарья Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира категории WTA 500 в китайском Джинчжоу. В полуфинале она разгромно уступила Барбаре Крейчиковой из Чехии 3-6-0-6. Встреча продолжалась полтора часа. Первые геймы проходили в равной борьбе, но затем инициативой завладела Барбара, а у Дарьи перестала получаться подача, и появилось много брака и ошибок в розыгрышах. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова